У любого человека есть или была мания, мания гениальности, мания непонятости, с возрастом и не маниакально, но начал уважать я тех людей, кто обскакал меня в возможностях реализовать прожекты, осуждаемые моими друзьями, но проекты реально работающие. Согласитесь, иногда приятно быть мессией. Я мечтал о собственной сети Чебуречных, собственном такси и собственном прокате. Единственное, в чем преуспел, так это вкупленные за собственные деньги студии телевидения. Но раз о такси, кафе и ресторанах мы говорили, то громогласно объявляю, реализована, продумана и запущена в жизнь. И главное, руками друзей, экономически выгодная и целесообразная фирма по прокату авто. Современные условия жизни просто заставляют нас оставляться мобильными и двигаться в ногу со временем. Магнитогорск, город, которому вообще очень крупно повезло. И крупно повезло именно в октябре месяце, потому как в раз денег не стало. И все в раз начали понимать, что надо зарабатывать. Зарабатывать не только торговлей металла и строительством высокоэтажных зданий, а также строительством парков, садов и скверов. Надо как-то по-другому делать деньги. Ну и вот мы начали двигаться. Мы начали двигаться и ускоряться. И мы начали понимать, что нам необходим автомобиль надежный. Надежный автомобиль, конечно, это не дешевое удовольствие. Но надежный автомобиль, это еще и достаточно долгосрочный ремонт. Потому как даже Раскалашматев свой замечательный джип, даже будучи в состоянии, когда мне мозги, извините за выражение, просыктымили мои кредиторы, а таких людей очень много в городе. Да, и посмотрите, сколько народу бьется. Это все потому, что мозги им парят. Так вот, я не потерял мобильность, потому что каждый божий день приносит мне деньги. Я худо-бедно, но начал рассчитываться с кредитами. Вы худо-бедно, так же начнете работать, а может быть лучше и не худо, и не бедно. Так вот, как говорится, автомобиль день кормит. Это новый лозунг в кризисной России. И если ваша машина пострадала, такое бывает, вам необходимо не терять мобильность. И сегодня, сейчас, в городе, хотя почему сегодня и сейчас, в городе уже давно существует бизнес по прокату авто. Мы как-то не затрагивали эту схему. Но вот то, чтобы прокатиться на хорошей машине, чтобы было и престижно, и выгодно, и хорошо, так это вот сюда, к отелю Валентина. Здесь работает прокат авто. Причем машины, в отличие от автохлама, здесь не автохлам. Абсолютно новые, с иголочки. Вот, допустим, Volkswagen Passat. Если это, может быть, для кого-то и дорогое удовольствие, то есть и более дешевые варианты. И, кстати, прокат машин мы для себя открыли как раз в 2008-2009 году, согласитесь, да? После того, как всех пришлепнуло по голове. Мы вот поехали в Турцию, взяли там машину на прокат. Теперь, что касается цены вопроса там, и цены вопроса здесь. Здесь прокат выгоднее. Знаете, почему? Ну, потому что цена бензина у нас дешевле. А проехать на этом автомобиле по отличным дорогам можно и достаточно большое количество времени. И так, что нужно для того, чтобы взять автомобиль в прокат. В то время, когда ваш автомобиль, ну, либо находится в другом городе, либо ваш друг приехал, допустим, и у вас нет времени его катать. Ему так хочется прокатиться на горнолыжку, либо этого Бзакова, либо банная, знаете, километраж 150 километров пробега задней, это не так уж и мало. Все, приезжайте сюда, на улицу Гривнова, здесь располагается отель Валентина, точный адрес указывать не буду, все знают 100%. Вам нужен паспорт, права, энное количество денег, кстати, энное количество денег, это не так уж и много, даже по сравнению с развитыми странами. Напомним, что в Турции прокат авто начинается от 40 евро, и дальше пошло. BMW это 150, Mercedes 600, это 400 евро в сутки, и учитывая бензинчик по 2 лиры, то есть по 40 рублей. Здесь у нас все немножко дешевле, ну и прокат, соответственно, дешевле. Машины, ну, вы видите их состояние, что надо, надо потратить 15 минут, и все. И вот мы уже залазим в абсолютно нульцевый Volkswagen Passat, ну, а раз это Volkswagen Passat, и раз мы выбрали машину, которая продается официальным дилером фирмы T-Motors, ну, скажем о своих друзьях-конкурентах несколько положительных и хороших слов. Ну, мало того, что они содержат достаточно геморроидальный телевизионный проект, так они еще и устраивают гонки за свой счет, да, молодцы. Ну, кроме всего прочего, это, пожалуй, единственный дилер, который вам на момент ремонта вашего Volkswagen, а ремонт иногда затягивается, может предложить вам автомобиль, взятый здесь в прокат. И все. А дальше мы вставляем ключ, заводим машину, отдаем петличку вам, ребята. Ну, и всех интересует, разумеется, цена вопроса и какой автомобиль выбрать. Ну, автомобиль вы можете выбрать от Chevrolet Aveo, либо Chevrolet La Cessie, либо Opel Astra, либо Volkswagen Passat. Цена вопроса стартует от полутора тысяч рублей в день, но существуют приятные скидки. И раз мы любим на пальцах считать, то давайте на пальцах посчитаем. Мой автомобиль кредитный такой, очень хороший и очень прочный, купленный в автографе, находится мне в 22 тысячи рублей в месяц. То есть, если вы берете автомобиль за полторы тысячи и на три дня, то вам скидка, пожалуйста, точнее, от трех дней, 1300. Если это 10 дней, то 1100 рублей. Если вы берете машину на месяц, то вот тот самый кредитный протеж, но может быть чуть больше. Зато, если учитывать еще и каска, то, в общем, то она то и приходится. Ну, давайте приятные особенности от Автовиза. Во-первых, машину можно заказать и по телефону, и через интернет. Вот что мы сейчас и делаем. Человек заказал машину через интернет, машину хорошую, и мы едем ее отдавать в аэропорт. То есть, ну, скоро прилет самолета, человек просто подойдет на стойку ресепшн, возьмет ключи, заполнит договор и уедет. И будет балдеть. Действительно, новая машина. Что касается возможности организовать замечательный свадебный экспорт. Согласитесь, да? Пять чисто белых Volkswagen'ов за чисто черным Lincolna Town Car. Есть у нас в городе такой, бывшая моя машина, кстати. Это смотрится действительно классно. Если сильно захотите, вы можете заказать ищите на Алексея, на его другом автомобиле. Другие деньги стоят, ну то весело. Вот. Если вы на этой свадьбе хотите себя почувствовать, ну, не только водителям, но еще и гостям. Есть такая услуга. Пожалуйста, берите с водителем и наслаждайтесь. Возможно, ваше наслаждение закончится и романтической связью. Вот. Ну да ладно. Теперь последние особенности и мои рекомендации. При обращении в автовиза. Ну, во-первых, где фирма располагается? Это улица Грязнова, отель Валентина. Вопросов нет, позвонить можно легко. Во-вторых, машину вы берете с тем количеством бензина, с которым вам необходимо ее вернуть. Ну и третье основное условие. Конечно же, вам приятно, когда машину вам отдали чисто. Так, ну, верните ее в таком состоянии. А мы сейчас скажем, что после проведения данного тест-драйва от автомобилей фирмы, от автомобилей, извините, автопрокатной фирмы Автовиза, мы скажем, что машина в идеальнейшем состоянии. И вот мы сейчас передаем ключи и документы тому человеку. Наслаждайтесь на здоровье. Доброго вам пути. Спасибо большое. А сами скажем, что техническое состояние всех этих транспортных средств просто великолепное. Это не развалюхи. Это машины, садясь в которые, вы чувствуете себя безопасно, комфортно. А что еще надо? Действительно, взять машину, которая прослужит вам, выручит вас в сложную минуту и поможет вашим друзьям чувствовать себя комфортно, спокойно и гостеприимно в нашем замечательном городе.